Всем привет! Сегодня урок номер 7. Урок честно взятый вот отсюда вам. И он у нас номер 7, в котором вы, мы и еще кто-то, кроме нас и вас, научится рисовать текстуры. Если он еще не научился. Сложного здесь ничего нету. Давайте посмотрим на исходный код. Вот он, исходный код. И здесь что у нас новое? У нас новое. Появляется такой тип SDL Renderer и SDL TXTURE. То есть этот код, точнее функционал здесь аналогичен предыдущим урокам. То есть здесь просто будет по нажатию клавиши нарисовано, что было нажато вверх-вниз, справа-влево или кнопка по умолчанию зеленая. Ну и плюс она растянута. Но это уже в виде текстур. Так вот, вот у нас новый тип Renderer. Это непосредственно наш, так сказать, визуализатор. То есть то место, в котором будут отображены текстуры, то есть отрендерены текстуры. Отрисованы. Вот. И новый тип текстура. То есть у нас будет текущая текстура и массив текстур для каждой картинки. Дальше. Init. Давайте перейдем в Init. Что здесь у нас? Смотрите, мы создаем окно. Создали его. После чего, что у нас нового добавляется? У нас добавляется создание рендерера. Вот, давайте посмотрим на описание этой функции. Так, давайте вот оно. Что это такое? Используя эту функцию для того, чтобы создать 2D Rendering Context в Windows. То есть для того, чтобы какую-то поверхность 2D двумерную создать. И на этой поверхности, чтобы мы смогли рисовать. Так, и какие параметры? Ну, первое это окошечко, которое мы создали. Дальше. Вот это минус 1. Ну, здесь написано, что это индекс какого-то драйвера. Для инициализации. Чтобы инициализировать. Или же минус 1. И тогда будет найден первый, который поддерживает требующие флаги. А требующий флаг, вот это скорее всего. Это Renderer Accelerated. Что такое Renderer Accelerated? Давайте перейдем на эти флаги. И мы можем посмотреть. То есть отрисовка идет, визуализация программную, хардварную. То есть с помощью железа. Ну, непосредственно видеокарты. Ну, и что-то. Короче, у нас 4 режима. В данном случае выбран режим для отрисовки с помощью железа. Видеокарты. Есть. Создали мы Renderer наш. И мы имеем уже указатель. Дальше. Дальше, для того, чтобы чем-то заливать, ну, закрашивать, мы вызываем функцию sdl setRendererDrawColor. То есть это, что это у нас за функция? Давайте перейдем по справке. Это мы закроем. С этим мы разобрались. Что это за функция? Это функция для того, чтобы установить цвет для операций рисования. То есть это ето, 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 ето. Так. SetRendererDrawColor. Да, да. Все верно. Да, но здесь... А, ну здесь цвет по умолчанию установлен черным. Вот. А потом, если надо, мы будем устанавливать. Ну, нужный цвет. Дальше. Инициализируем библиотеку картиночек. Потому что мы будем загружать PNG-шки. PNG-шки. Так. Идем дальше. Что у нас тут говорится дальше? Это мы прошли. Дальше. LoadTexture. Да. Давайте перейдем к функции LoadTexture. Это новая функция. Смотрите. Все вроде по старому. Ну, как по старому. Вот мы заводим переменную. То есть непосредственно указатель на загруженную текстуру. Дальше загружаем картиночку. В данном случае PNG. Используем библиотеку SDL Image. Загрузили. Дальше. Теперь нужно создать текстуру с нашей картиночкой. Для этого мы используем функцию CreateTextureFromSurface. Вот. То есть мы берем наш рендерер. Указываем. И указываем какая... Ну, указатель на нашу загруженную картинку. И все. После этого мы освобождаем память под нашу картинку. Потому что CreateTexture возвращает копию. Но уже в виде текстуры. И возвращаем нашу текстуру. То есть вот. Вот. Давайте перейдем к описанию этой функции. Создается текстура с указанной поверхности. Вот. Используйте эту функцию для создания текстуры с уже существующей поверхности. Вот. Ну, здесь даже есть небольшой примерчик. Но примерчик вот он и есть у нас живой. Так. То есть мы загружаем PNG. Потом эту поверхность передаем в эту функцию. И получаем непосредственно текстуру. Дальше мы освобождаем память под загруженную поверхность. И возвращаем текстуру. Вот. В принципе и все. Как бы ничего нового здесь нет. Ну, не совсем нет. Есть вот, да, еще. По завершению нашей программы нам, конечно же, надо уже освободить текстуры. Потому что в предыдущем уроке мы что освобождали? Все в фейсе поверхности. А здесь нам надо текстуры освободить. То есть, в принципе, то же самое. Просто немного другое название. Дальше нам надо перед закрытием окна уничтожить рендерер. Потом уничтожим окно. Потом выходим, выходим, выходим. Вот, в принципе, и все. То есть, ничего сложного здесь нет. И, соответственно, все у нас хорошо работает. Как вы видите, все то же самое. Но теперь у нас используются текстуры. Вот. А, ну да, да. Это я подсматриваю, чтобы не забыть. И еще у вас функции main. Функции main, что у нас изменилось? Смотрите, в предыдущем уроке функции main, что у нас было? У нас было, мы там использовали sdl.blit.scaled, sdl.update.window.surface. Здесь же, здесь же мы sdl.render.clear. То есть, мы очищаем наш рендерер. Да, то, что у нас отрисовывают. Дальше мы копируем текстуру на наш экран. Давайте посмотрим на эту функцию в справке. Рендерер копии. Как бы, смотрите, в чем я вижу проблемку? В том, что есть непоследовательность. Смотрите, рендерер копии. Что? Нет. Куда? Что? А вот это непосредственно наши ректанглы. А теперь давайте посмотрим вот здесь. Здесь как бы тоже есть две поверхности. Но здесь поверхность и область, и еще поверхность и ее область. А вот здесь, как бы, я думаю, вы поняли, да, порядок переменных отличается. Соответственно, старайтесь так, чтобы у вас функции были однотипными, чтобы параметры, ну, грубо говоря, были, следовали какому-то формату в плане последовательности. Ну, это такое, к слову, это отвлечение. Так вот, рендерер копии. Что такое рендерер копии? Рендерер. Используйте эту функцию для того, чтобы скопировать какие-то текстуры в текущую цель рендеринга. Вот, то есть мы копируем текущую текстуру на наш рендерер. Вот, ну и здесь можно поуказывать непосредственно еще области прямоугольные. После чего, после чего обновляем наш экран. Давайте посмотрим еще на эту функцию. А эта функция используется для того, чтобы обновить экран. Вот, то есть если вы что-то где-то добавили, нужно перерисовать. Вот и все, вот и отличие. То есть в предыдущем мы работали с поверхностями, а здесь мы работаем с визуализатором, с рендером. Ну, в принципе, все. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем, жмем колокольчик. Всем пока.